Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Региональный маркетинговый центр запустили в Кировской области. Это информ-ресурс, задача которого – продвижение продукции кировских поставщиков. Ресурс помогает предпринимателям увидеть, как можно продвигать свой товар, где торгует бизнес, как его можно поддержать. Программа обновляется в режиме онлайн. Если продукт сертифицирован, он попадает в нее автоматически. В сервисе производители размещают предложения о своей продукции в ресурсе «Каталог предложений». Покупатели заявляют о себе в каталоге потребностей и в закупочном модуле системы. Предприниматели могут участвовать в торгах любых заказчиков на уровне региона. Таким образом, предполагается и удовлетворение покупательского спроса, и расширение возможностей сбыта продукции для производителей, отмечают в областном правительстве. Стали известны зарплаты руководителей кировских мопов. Разница в цифрах между самой высокой и самой низкой более чем в четыре раза. Информация о доходах за 2022 год опубликована на сайте мэрии. Так, самая высокая зарплата у директора МУП «Водоканал» Дмитрия Ухина. В месяц он получает 220 тысяч рублей. На втором месте директор МУП «Кировские тепловые сети» Андрей Кошурников. Но при этом его зарплата на 100 тысяч меньше, чем у директора «Водоканала» – 122 тысячи рублей. Директор МУП «УКС» получает 103 тысячи у ДПИ-92, ЦДС-86. Самая низкая зарплата у директора МКУ «Городская реклама». Юлия Двойнишникова получает в месяц 50 тысяч. В эфире «Экономика». За 41 миллион рублей продают торговый центр на Октябрьском проспекте. Объявление опубликовано на сайте Авито. Действующий торговый центр 2014 года постройки расположен на пересечении Октябрьского проспекта и Карла Маркса. Площадь его около 1200 квадратных метров. Автор объявления отмечает, что здание расположено вместе с высоким транспортным и пешеходным трафиком. Стоимость его 41 миллион рублей, то есть 34 с половиной тысячи рублей за квадратный метр. К слову, здание пытаются продать уже давно. Летом прошлого года его предлагали за 43 миллиона рублей. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». Редактор субтитров А.Семкин